Ребят, сегодня я уезжаю из этого хомстея, вот, количество моих часов конкретно сократилось, потому что сейчас TED, сейчас праздник, и мало детей, вернее их родителей заинтересованы, чтобы дети ходили на учёбу. Получилось так, что я отработал всего две недели здесь, вот, забрал свои деньги уже, получилось немного, но ставка была хорошая, за час мне платили 12 долларов, у меня всего получилось 20 часов, также мне платили дорогу из Ханое сюда и отсюда до аэропорта. Сегодня я буду делать виза ран в Бангкок на несколько дней, потому что моя предыдущая компания, первая компания, отменила мне бизнес-визу, так что, если вы летите по бизнес-визе от работодателя из Вьетнама, будьте уверены на 100%, что вы с ним сработаетесь, иначе у вас будет такая же ситуация, как у меня. Вот так вот выглядит мой завтрак во Вьетнаме, в том месте, где я живу, это хомстей, здесь питание, оно идёт бесплатно, я не знаю почему, но вот такие они гостеприимные люди, то есть я не плачу ни за еду, ни за проживание здесь, но по утрам я сам себе готовлю, вот, что я приготовил. Сегодня это, как обычно, кашу, я люблю молочную продукцию, вот, и овсянку я здесь тоже нашёл. Вот, обычно я делаю либо овсяную кашу, либо рисовую, либо макароны, как в детстве, знаете, с молоком и со сливочным маслом. Ты будешь сжигать фрукты? Какие-то копья собрался сжигать. А? А? Вот я вот на такой интересной локации, это неподалёку от места, где я живу, где я работаю, здесь есть такая гора интересная. Вот, сейчас я поднимусь наверх, и Клауди говорит, что отсюда видно весь город. Вот такой уже потрясный отсюда вид, вон там вот видно горы, такие маленькие, небольшие, слегка выше, слегка выше зданий. И всё окружение здесь, всё в горах. Напомню, я нахожусь почти на границе с Китаем, вот это самый северный город Вьетнама. Вот такая вот здесь красота, и это всё, всё находится прямо в центре города, можно так сказать. Все вот эти горы, потрясное место. До этого я просто сидел дома около пяти дней, вот, потому что погода была, ну, не прогулочная. Сегодня же очень жарко, вот, я иду после уроков, у меня был урок в детском саду. Вот такая, такую красоту я наблюдаю сейчас. Всё просто безумно красиво и классно, офигенно. Но это я ещё не поднялся на самый верх. Вот, на самом верху меня ждёт вот этот флаг большой, большой красный вьетнамский флаг. Вот, также вы можете наблюдать здесь теннисный корт, стадион и много-много гор и скал. Очень красиво, это просто что-то нереальное. Скажу правду, мне нравится Вьетнам. Во-первых, здесь можно работать, причём за хорошую зарплату. 12 долларов в час, это отличные деньги. Если сравнивать с ценами на Вьетнам, на продукты, на жильё, очень дёшево. Вот, а это остальная часть города. Вот такая вот красота везде. Вон, река есть. Большая гостиница. Вот это белое здание, это гостиница. А всё остальное, это местные дома. Местные жилые дома. Но это я ещё не поднялся, опять же, на самый верх. Терри-тири-тири-тири-тири-тё-тир. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, ребята! Ну вот, что еще могу добавить. Если вы хотите совмещать путешествия, работу и свое развитие, подписывайтесь на мой канал. И вы будете смотреть много таких уникальных, интересных роликов, исходя из моего личного жизненного опыта. Напомню, первый раз я поработал в Южной Корее. И когда у меня закончился безвиз, это было в 2017 году, когда у меня закончился безвизовый режим, я подумал, что делать дальше. И я случайно-случайно познакомился с парнем, который мне рассказал, что можно работать, например, в Индии. Также познакомился в процессе с другими людьми, которые мне рассказали, что я могу приехать во Вьетнам. И также здесь спокойно найти работу себе. Все дело в моей уникальности, потому что я белый. Так что, ребят, если вы находитесь в Азии, и у вас белый цвет кожи, то знайте, что вы особенный человек, и вы можете зарабатывать хорошие деньги. Вот. Ну, в принципе, и все. Вам придется делать виза-ран, а это дополнительные расходы на билеты в обе стороны. Я взял билет до Бангкока за 3 тысячи и прилетаю в аэропорт Кот-Хэ через 3 дня. Билет я брал за 2 700. Ну, и также пригласительное письмо на 3 месяца. Я имею в виду вот это туристическая виза, пригласительное письмо для туристической визы онлайн. 15 долларов. Ну, и получается в районе 100 долларов за все. Водка в Вьетнам. Водка в Вьетнам? Ага. В общем, в Вьетнаме. Привет, ребята. Словакия. Где ты? Словакия. Скажи что-нибудь по-русски. Не знаю. Он знает. Вот такой вот нам сегодня стол накрыли. Спасибо. 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 Здравия. Здравия. Да, давайте, ребята, за знакомство. Спасибо, ребята. Хорошо. Давай, бляд. Давай, бляд. Давайте. Раз망их. Попробуем? Попробуем? Попробуем сейчас Чуксупе 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 Ези Ези По вкусу напоминает Коньяк Коньяк по вкусу напоминает? За что? Коньяк? Коньяк